Пару часов назад в Ульяновске закончилась прямая линия с губернатором Сергеем Морозовым. Доболевшие вопросы граждан начали сыпаться через соцсети и электронные почты еще за месяц до прямого эфира. Всего к моменту прямой линии организационный штаб имел на руках свыше 4000 вопросов. Как поясняет команда губернатора, каждый из них обязательно найдет ответ, пусть и не в формате прямой линии. Такое общение напрямую с людьми он проводит в течение всех 14 лет, в которых находится руководство области. В различных форматах и на встречах с людьми в населенных пунктах, и на встречах в общественной приемной. Очень много разных форматов прямых линий проводилось за этот год, но действительно это, наверное, самая такая масштабная. В этом году трансляция шла из тарелки Ульяновского технического университета. Зал рассчитан на 350 человек, но буквально за несколько минут до прямого включения количество стульев увеличивается до 500. На разговор с губернатором пришли люди из самых разных сфер общества. Каждый хочет задать вопрос и быть услышанным. Сюда я привезла вопрос не только личный, но и от жителей города Димитровграда. Известно, что у нас в городе строится, заканчивается строительство центра ядерной медицины. И, разумеется, жителей Димитровграда беспокоит вопрос. Очень интересно знать, доступно ли будет нам, димитровградцам, ну и, разумеется, жителям Ульяновской области, лечение в этом центре. По мнению общественной палаты, чиновник не всегда справляется со своей работой. То есть он получает негативную оценку. И я хочу задать Сергею Ивановичу вопрос, что будет дальше с этим чиновником, с этой сферой деятельности. То есть что дальше? То есть порой общественность возмущена таким бездействием. И вот в зале появляется главное лицо. Сергей Морозов занимает исходную позицию, приветствует всех и начинает общение. Первый занок от жителей Ульяновска. Вопрос касается благоустройства города. «Одновременно с ростом качества жизни у людей появляются новые требования к тому, что их окружает. Вот к этой среде проживания, в которой мы с вами сегодня находимся, я искренне благодарен многим нашим землякам, которые не только в ладоши хлопают нам о том, что мы многое сделали, что у нас наконец-то появились общественные пространства, комфортные, что у нас площадь 100-летия Ленина, допустим, если мы говорим про город Ульяновск, обрела свое такое вот комфортное лицо, что наконец-то мы начали заниматься парком дружбы народов, что у нас появились замечательные скверы и новые бульвары. Но одновременно они говорят о том, что, ребят, вы отстройте систему так, чтобы все, что вы делаете, не приходило потом в непотребное состояние». Ну и какая прямая линия без звонков в режиме реального времени? На диалоге с гражданами организован колл-центр. Телефон здесь не умолкает ни на минуту. На данный момент сюда поступило уже свыше 30 звонков. Некоторые из них адресованы непосредственно руководителям профильных ведомств. Решит Акрамович, скажите, что больше всего беспокоит жителей в системе здравоохранения и как вы непосредственно уже начинаете решать проблемы, которые поступают с этим? «Всем добрый день. Мы действительно отрабатываем все звонки, которые поступают к нам. Это очень приятно. Мы получаем прямую связь от населения. И вопросов действительно довольно-таки много. Но вы знаете, очень приятно слушать слова благодарности. Вот идет звонок от, соответственно, людей в адрес врачей, медицинских работников. Ну, конечно, это и проблемы. Проблемы в части того, что не всегда вопрос стоит по лекарственному обеспечению. Но я четко заявляю и говорю о том, что мы держим это на особом контроле. Это персональная обязанность главных врачей». Людей интересовали новые рабочие места, трудоустройство молодежи, строительство новых социальных объектов, ремонт, дорог, капремонт и переселение заварийного жилья. На каждый вопрос Сергей Морозов отвечал четко и искренне. Отмечают это и сами участники разговора. «Ответом губернатора я стал всегда доволен. Во-первых, губернатор отметил, что в будущем на территории Ульяновской области придут большинство, много работодателей, и что позволит трудоустроиться большому количеству выпускников и молодых специалистов». Разговор с земляками длился больше двух с половиной часов. За это время специалисты колл-центра обработали свыше 60 звонков. 30 вопросов удалось озвучить в режиме реального времени. Ринат Алиулова, Юрий Конихин. Специально для Ульяновской правды.